Всем привет и добро пожаловать на новый видос. Ранее я уже выпускал множество гайдов по агентам, по оружию, по стрельбе даже был гайд, но вот внезапно я осознал, что не рассказал вам о конкретных картах, как лучше всего на них играть в защите и атаки, и что вообще нужно делать. Думаю это будет наиболее актуально, потому как даже на имморталах встречаются игроки, которые просто рандомно бегают по карте и вся их игра сводится к перестрелкам. Но начнем мы сразу после небольшой рекламы. Я рекомендую вам подписаться на канал Барния, который делает качественные мувики по Валоранту, монтаж на достойном уровне для такого молодого канала, так что помогите ему найти свою аудиторию и поддержите лайком последний видос. Ну а если понравится, конечно же не забудьте и подписаться. Приятного просмотра. Начать я бы хотел с карты Heaven, потому что это карта с тремя плентами и мне будет проще объяснить, почему так важно играть темплейно и выполнять те действия, о которых я буду сегодня говорить. Голосуйте кстати в комментариях за следующую карту после просмотра этого видоса. Прежде всего поговорим об атаке, потому что если за кт вы можете просто стоять на своих точках и ждать, и это как-то сработает, то вот за атаку нужно понимать, что и как вы можете сделать во время раунда. Собственно начать нужно с того, что Heaven это карта, у которой есть довольно большое количество путей для захода на точки, а учитывая, что их 3 штуки, получается, что у нас есть 5 точек входа на пленты. Это C-Long, Garage, Mid, Short A и Long A. Соответственно защите нужно ставить по одному игроку на каждую из этих точек, а в таком случае выйдет, что все они будут играть по отдельности, а когда защита не играет парами, вам легче зайти на точку. Также на Heaven важно понимать, что все перетяжки происходят достаточно быстро, так что просто выходить пятером на точку получаться особо не будет. Особенно учитывая, что в обычном матчмейкинге это еще будет замедляться где-то в 2 раза, поскольку нет синергии команды, кто-то будет бояться выйти первым, кто-то не захочет выйти на размен и так далее. Исходя из этого, вы должны понимать, что на Heaven, играя за защиту, вам нужно иметь контроль и давать понять сопернику, что вы находитесь на всей карте. В противном случае будет происходить, например, вот что. Вы идете пятером на Апленд, при этом один из защитников на С говорит, что Лонг пустой, другой говорит, что на Миду тоже никого не слышно, а игроки на А услышали несколько шагов. Что произойдет? Естественно, вас будут принимать как минимум втроем, а скорее даже и вчетвером, при этом один защитник еще и в спину к вам будет заходить. Или просто запушит Мид и останется там, например, под окном собирать инфу. Соответственно, что нужно делать, чтобы такого не возникало? Во-первых, это Лонг. Многие почему-то не используют возможность подобрать эту фактически бесплатную арбу для ультимейта, а ведь за половину это целых 12 очков, то есть 2 ульты, ну или одна полная и одна почти. И это вы получаете просто так. Лучше всего собирать эти бесплатные шарики тем агентам, у которых можно строить раунд в атаке как раз благодаря ультимейту. Например, Фениксу, Рейс, Савея, Джет. Особенно хорошо брать этот шарик тем, у кого ульта будет заставлять противников двигаться. Ну то есть как раз, Рейс там, Сава и так далее. Тут главное не пытаться делать это в соло, чисто на везение. Можно под Смок Джет или Смок Омана, Бримстоуна вполне спокойно забрать арбу и особо никак не пострадать. Помимо того, что вы будете в плюсе, вы еще и создадите некую оживленность под точкой С. Так что защитник, который там играет, останется стоять и далее. И не сможет стянуться просто так, откинув стрелу Савы, например, или камеру Сайфера, потому как вы все это сломаете. И соответственно, он не сможет и запушить, и собрать инфу. А это также очень важно, потому что на Хевене атаку очень просто зажать с двух сторон, если она не контролирует карту. Далее переходим к центру карты. Что нужно делать тут? Во-первых, всегда старайтесь ломать двери. Потому что если вы этого не сделаете, соперник будет себя чувствовать в гараже более расслабленно. Ведь точно будет знать, что его не смогут простреливать слишком быстро. А как следствие, будет занимать вообще любые удобные для себя позиции. То же самое касается и планта Б. Если там играет вражеская Сейдж, например. Как правило, в начале раунда ставится стенка, и ее также нужно обязательно ломать. Причем желательно даже два ее пункта, чтобы проход казался для атаки максимально удобным. Если же стену не ломать, при этом соперник услышит вас, например, на целом Ге и под гаражом, вражеская Сейдж может просто поставить стенку и стянуться на холпу по точку С, зная, что на Б зайти никто не сможет. Да, есть шанс, что Джет, Рейс или Омэнс могут перейти через эту стену с помощью своих обилок, но так рисковать вряд ли кто-то будет. Да и игрок в гараже сможет это услышать. Так что, как я и сказал, нужно ломать двери и нужно ломать стену всегда. Но, при всем при этом, важно помнить о том, что вас как раз в эти же моменты могут пикнуть за гаража под флешку Феникса или Рейны, могут пикнуть с точки Б, могут пикнуть со стены Сейдж. Это все довольно легко контрится, просто можно, например, в двери кинуть Смог, Молотов или какую-нибудь другую обилку, которая не позволит сопернику сыграть агрессивно. Ну а на миду вас может ждать или просто соло пик одного игрока, что происходит редко и, как правило, в матчах, когда соперник уже сдается, ведь соло пикать мид это бесполезная затея. Тут, если вы выиграете дуэль, у вас будет огромнейшее преимущество, потому что помним, что на карте 5 точек, которые надо смотреть, а защитников останется четверо. Так что, на самом деле, за защиту пушить в соло мид не рекомендую почти никогда. Другое, это когда пушат два игрока под флешки брича, при этом кидается, например, граната Рейс в окно. Что делать в таком случае? Вы будете видеть, что мид пушат, например, два игрока, еще один находится в гараже. Это говорит о том, что на точке А или на точке С находится всего лишь один соперник, и в таком случае лучшим решением будет как раз начать быструю атаку на А плент, оставив одного тиммейта где-то в районе спауна, чтобы он просто смотрел спину или смог зайти в спину к врагам после установки спайка уже. Ведь четырех игроков вполне себе хватит, чтобы зайти на плент, где играет только один. При этом, если соперники играют пассивно, занятия мида позволяют вам манипулировать всеми перетяжками защиты и удерживать соперников на их позициях. Так что, если ваши тиммейты идут на точку А, вы можете удерживать гараж или Б точку своими периодическими движениями. Тут главное играть осторожно. В таком случае ваши тиммейты смогут выйти на точку в численном преимуществе, а у соперников не будет ранней информации об этом. Ну и точка А. Опять же, точка А крайне важна, потому что если там нет никого из атаки, соперник сможет оставить лишь одного игрока и получить контроль над огромной частью карты. Поэтому тут, как правило, под смок джет, клетку сайфера, возможно под строчку брича или под какую-нибудь еще опилку, которая отгонит или заблокирует соперника смотрящего лонг, вам нужно забрать под контроль эту часть карты. Например, вы запускаете одного тиммейта на лонг или шорт, и он просто остается там ждать. Причем на шорте будет слышно еще и перетяжки под Б базой, а это опять же очень много полезной инфы. То есть, даже если вы не планируете выход на А, одного тиммейта там оставить нужно, просто чтобы не давать сопернику слишком много контроля. Желательно также проверять нычки на шорте, вот тогда враг вообще будет играть из планта, и если вы в итоге решите стянуться под А, не забывая оставить одного игрока где-нибудь на центре, у соперников просто-напросто не останется времени, чтобы стянуться на холпу. Ну а игрок, который остался на центре, сможет подловить ту самую запоздалую стяжку, ведь хотя бы один игрок побежит через Б по более короткому пути, чем через КТ. В таком случае, если вы его подловите или просто перестреляете, у защиты в голове будет то, что им надо делать ретейк, время на исходе, а в спине еще и дополнительный соперник, который также будет давить. А вот если этот игрок в центре не перестреляет, что происходит не так часто, потому что защитники, как правило, стягиваются с ножом, ничего страшного для атаки не произойдет. Ситуация из условной 4 в 3 превратится 3 в 3, плюс будет инфа. Оставлять лучше всего такого агента, который уже потратил все свои обилки и при заходе ничем помочь не сможет. Начинать уже какую-то финальную атаку нужно как раз после того, как вы выполните все необходимые первичные действия, то есть займете центр карты, заберете арбу на ланге и покажетесь там, и получите некий контроль пода. Это и есть основные действия за атаку. Вы не должны давать защите чувствовать, что под их точкой никого нет, потому что в таком случае они, скорее всего, начнут ее пушить, соберут инфу и просто будут принимать вас с явным преимуществом, а допускать этого никак нельзя. Теперь, что касается защиты. Во-первых, вам надо учитывать все, что я сказал про атаку и эти же знания использовать себе в преимуществах. Например, вы должны понимать, что чаще всего будет оставаться где-то один люркер и во время ретейка заходить вам в спину, так что его нужно ждать. Также надо понимать, что хорошие игроки в атаке будут пытаться растянуть вас по всей карте, насколько это возможно, чтобы выходить всегда в численном преимуществе. Начать я бы хотел также с арбы, но которая уже становится легко доступна для защиты. Во-первых, атакующая сторона чаще всего и сама блокирует каким-нибудь смоком лонг, так что вам может даже и не придется тратить никаких обилок, ну или так, как в прошлый раз, под какой-нибудь смок, флешку и так далее. Далее вы наблюдаете, есть ли ответная реакция на ваши действия, и если нет, вы можете контролить А в соло, просто стоя на лонге с оператором, например, или на шарте на коробках, возможно установить камеру сайфера или турель келджой. Что это даст? Если вы увидите в этих позициях соперника, а не пойдете пушить, как только начнется атака, вы сможете сделать первый килл, если вас не будут ждать. Ну или если играете через ту же камеру сайфера, вы сможете просто уйти с плента, а при обнаружении врага успеть полностью стянуться, потому что вам на стяжку понадобится столько же времени, сколько и врагам, чтобы подойти достаточно близко. И опять же, учтите, что у них могут возникнуть некие запинки, потому что в ранг, где хороший тимплей бывает редко. Так что да, на Ай советую отыгрывать именно так. Пушить дальше уже особо смысла нет, скорее всего там будет растяжка сайфера или турель келджой. И даже если вы просто останетесь ждать и услышите, как все враги бегут к вам, максимум вы сделаете один, ну может иногда два килла, а дальше вас разменяют и зайдут на пустой плент, так что играть близко не советую. На точке Б особо вариантов немного, лучше всего там работает достаточно пассивная защита. Пушить мид это довольно опасное дело, где в случае прогреша вы, как я уже и говорил, потеряете больше, чем получите, даже если сделаете килл. Неплохой вариант, только если ваш тиммейт как-то активничает в гараже, дает флешки, стан брича, гранату рейс или что-то еще. А другой ваш тиммейт с оператором смотрит окно, вот тогда можно как раз запушить и под окном и остаться. Тогда вы будете, опять же, если никого нет, просто получать огромнейшее количество информации, а в нужный момент и зайти к врагам в спину. Самое главное на миду не играть агрессивно в соло, если решили пушить, то только тиммейт, используя преимущество от всех ваших обилок. В гараже также есть несколько вариантов, если ваши соперники не понимают, что двери нужно ломать, вы вполне себе можете занимать близкие позиции, но помните и о том, что если на вас выбегут двое-трое, скорее всего вас быстро разменяют, так что играть близко я рекомендую только при наличии тиммейта, который будет батить из окна на себя, вот тогда выйдет неплохая приемка. Я, кстати, люблю играть в дверях, когда играю за феникса. Если враг кидает флешки, бумбота, рейс или что-то еще, я заранее накидываю в дверь молотов, и тогда они просто не могут выйти. Плюс иногда отбрасываю флешки, иногда пикую, иногда просто байчу. По стенку можно также порой выходить и пикать. В общем, создаю максимум неудобства для врагов на центре, чтобы занятие этой позицией для них было максимально затратным и сложным. Ну и С лонг. Опять же, опытные игроки будут пытаться забрать арбу, так что тут может быть несколько вариантов. Или вы просто попытаетесь застрелить их в смок, что будет сделать достаточно трудно, а если еще и стрелять с вандала, вы можете неплохо получить в ответ. Так что тут лучше, если, например, джетка займет ящики и будет оттуда смотреть эту позицию, потому что, скорее всего, вам прилетит ближний смок, а именно с ящиков можно будет увидеть какую-то часть тела и в итоге попытаться сделать килл. В остальном же, на С нужно играть достаточно сейвово. Лучше всего играть с левой части планта, потому что, например, на платформе, если вас увидят, к вам полетят молотовы за медло, сейдж, хаешки и все, что только можно. А выбраться вы не сможете, ну, только если не играете, например, за джет. Так что, если вы не снайпер и стоите на С, лучше просто аккуратно плечом проверять и собирать инфу. Есть ли кто-нибудь на лонге, а как только обнаружите соперника, уже можно будет позвать тиммейтов на подмогу и занять более убойную для приема позицию. Потому что просто стоять и ждать, подпуская врагов к самому выходу, это плохая идея, ведь в таком случае, если вы не сделаете 2-3 килла, ретейкать сайт будет очень сложно, а тиммейты будут слишком далеко, когда спайк уже вот-вот будет установлен. В целом, за защиту нужно стараться играть разнообразно, менять свои позиции, пытаться делать какие-то сетапы с тиммейтами, потому что даже если вы возьмете 5 раундов подряд, соперники начнут адаптироваться и все еще будут иметь шанс на камбэк. Особенно, если вы расслабитесь и начнете сами отдаваться. Так что старайтесь быть креативным и наиболее эффективно отыгрывать. Тогда останется просто четко стрелять, а не наоборот. Вот такое получилось видео. Пишите в комментариях, нравится ли вам идея с гайдами по картам. Если да, то пишите, какую карту будем рассматривать следующей. На этом видос подошел к концу. С вами был, как всегда, раунд. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. До новых встреч. Пока. Пока.